Также интересная информация была. Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес часто делает прогнозы. Вот недавно спрогнозировал, что к середине следующего года вооруженные силы зайдут в оккупированный Крым. По вашему мнению, насколько это реальный прогноз? То есть тогда получается, что очень позитивно оценивают США действия БСУ? Я оцениваю их иначе. Я считаю, что если помощь ваших западных союзников будет нарастать, и если ваше командование не допустит каких-то грубых просчетов, потому что все люди и все могут ошибаться, и ваше командование тоже от этого не застраховано. Пока что оно демонстрировало высокий уровень профессионализма. Я надеюсь, что и в дальнейшем он будет оставаться таким. Так вот, если это будет в этой, в эфарватере, так сказать, таком продвигаться, то я считаю, что у вас есть очень хорошие шансы к зиме, в общем-то, завершить кампанию. Потому что если вы сейчас, в ближайшие недели, сможете добиться капитуляции херсонской группировки, это создаст непосредственную угрозу Крыму, а выход к границам крымского полуострова и нанесение постоянного массированного нарастающего огневого поражения по крымской российской группировке со стороны ваших войск, а то, что вы можете, имея хорошую разведку, находить узлы связи, командные пункты, железнодорожные мосты и узлы связи железнодорожной, перекрестки важные и так далее, и так далее, и так далее, аэродромы, вам это все по силам, у вас очень хорошо работает разведка. Вот постоянное нанесение огневого поражения по болезненным таким вот очагам, плюс выход непосредственно вашей группировки к крымскому полуострову, если в этот момент вам удастся нанести огневое поражение по крымскому мосту, даже если он не будет разрушен, даже если просто он будет взят под огневой контроль, не обязательно его разрушать, мы с вами не комикс рисуем для продажи в детских киосках, а это война, не обязательно его, чтобы водная гладь скрыла его для того, чтобы по нему перестало быть возможным доставлять боеприпасы. Так вот, при всех этих обстоятельствах, плюс ужасающее падение мотивации в российских войсках, тем более, что сейчас эта мобилизация парализует еще в большей степени и армию общества, думаю, что у вас есть хороший шанс к концу календарного года при всех этих обстоятельствах, при определенной степени везения завершить кампанию полным разгромом, военным разгромом Российской Федерации. Продолжение следует...